добрый вечер дорогие друзья мы рады приветствовать вас в нашем книжном и сегодня в гостях у главного книжного михаил смышляев дорогие друзья давайте поддержим нашего гостя вашими аплодисментами и сегодня вашему вниманию наш гость представляет свою книгу испания в турмании без риохи и так дорогие друзья наверное первый такой обычный вопрос михаил будьте добры скажите пожалуйста собственно говоря с чего началось ваше знакомство с испании спасибо спасибо большое спасибо книжному что пригласили меня презентовать мою книгу этот вопрос я каждый раз отвечаю на него по-разному зависимости от того кому он тему он задается началось все еще наверное дома его рождения потому что как мы уже не раз обсуждали все зависит от того какой семье ты вырос и растешь и какие в ней традиции порядке у меня была как раз семья но есть семья которая всю жизнь занимался испанским языком бабушка работала в мексике папа работал на кубе и поэтому другого варианта как продолжить испанский язык небо и в это был 92 год многие из вас помнят что такой 92 год это когда не было колбасы и когда не было колбасы я поехал туда где делают хамон и это было мне было девять лет это было совершенно поразительно это это было даже невозможно описать то есть я уже тогда вел какие-то свои записки о том что происходит сегодня то есть какие-то путевые записки девятилетнего мальчика что тут типа того и я вам написал тогда помните что на улицах одни иномарки это мальчику машины это самое важное было тогда и тогда же я выучил первые какие-то свои слова которые мне сказал папа вот уж папа работал везде на выставке а я жил семье и с тех пор закрутилась и не пытается вообще останавливаться эта история и именно с валенсии повезло что папа поехал туда и вот собственно сейчас я приехал из валенсии где температура плюс 21 на не минус 21 который обещает послезавтра до в москве вот как-то вот с тех пор все и и пошло и испанский язык испания латинская америка знание испанского языка у вас она я преподавал испанский язык а преподавал испанский язык в мгу на факультете на переводческом факультете одно время и мир изучаемого языка тоже это было великое время в котором я вспоминаю с большой теплотой с тех пор именно преподавательского опыта у меня но я отошел немного от этой темы хотя это конечно у меня отец преподавателем испанский язык был на протяжении многих лет и бабушкой и собственно и другие родственники поэтому у нас такая преподавательская семья можно так сказать михаил будьте любезны а могли бы вы нам немножечко рассказать принципе как его собственно говоря о работе надо путеводители это все-таки либо это что-то больше шире и это скорее такой психологический путеводитель то есть больше о том это не учебник и это не книга о том как живут испанцы собственно говоря как в своей стране это книга о том как живут испанцы с другими мигрантами как живут русские которые приезжают жить в испании и не только русские русскоязычные с какими проблемами они сталкиваются и какие проблемы они ожидают они в итоге не случаются ну то есть вот в этом направлении ну и конечно же много о том как то есть эта книга я ее задумывал как мостик культурный мостик между испании и россии чтобы еще больше сблизить эти две две страны потому что в испании к россии относятся с большой теплотой в россии к испании мы всегда относились большой теплотой и гражданская война в испании в 30-е годы это подтвердило когда приехали в россию сотни испанских детей были приняты здесь теплом так что вот я хотел закрепить еще больше вот эти вот отношения эти наверное лучше это назвать эту такую межнациональную дружбу чтобы люди больше узнали об испании том как живут испанцы я хотел чтобы в книге было как можно больше таких вот деталей которые цепляют которые запоминаются надеюсь у меня это получилось михаил дорогие друзья если у вас появляются вопросы поднимайте пожалуйста руку с удовольствием вам тоже передам микрофон вот ну и тогда следующий вопрос михаил скажите пожалуйста а вот особенности испанского менталитета можете ли а собственно говоря который либо удивили либо возможно шокировали вас вот не поделитесь шокировали шокировать наверное нет потому что все таки давно эту тему изучаю но постоянно удивляюсь тому как испанцы относится ко времени и к общению то есть это абсолютно взаимосвязанные понятия общение время и знаменитая маньяна которая она постоянно в жизни присутствует в жизни ежедневной любого испанца и ее правильно расшифровать нужно если ты хочешь понять что значит маньяна это не ты не должен ни в коем случае дословно понимать что речь идет о завтра то есть если тебе это неважно время переговоров или с друзьями или среди родственников если тебе говорят что ну маньяна разберемся завтра разберемся или поговорим об этом это означает что отложим посмотрим как будет дальше и не обязательно нужно на следующий день звонить или писать или идти к этому человеку и говорить что ты же вчера говорил что сегодня этот человек тебя просто не поймет я всегда поражаюсь этому так же я поражаюсь тому насколько общество готова и воспитывается с детства в системе светского общения то есть светское общение она мне даже кажется что она чрезмерно но она его слишком много приведу несколько примеров чтобы было понятно то есть вот например идут два ребенка в школу им 5-6 лет и одному ребенку нужно сегодня выступить с докладом каким-то там по природоведению и второй ребенок подходит и говорит он знает что сегодня быть не волнуйся тебе все будет хорошо не волнуйся ни в коем случае все будет без проблем для меня это каждый раз большое удивление вызывает потому что ведут себя по-взрослому в данном случае но к сожалению вот это вот светское общение но потом может никогда не перерасти в ту самую близкое общение которое мы любим когда вот мы встречаемся с друзьями можем где-то переходить границы в общении да где-то быть более откровенными в испании скорее это будет в пределах одной семьи то есть даже между друзей ты просто рискуешь потерять друга или хорошего приятеля или если там просто чуть-чуть выйдешь за границы принятых принятых границу общества это тоже об этом я пишу в книге чтобы я считаю что это очень такое наблюдение которое важно отметить спасибо дорогие друзья может быть у кого-то уже появились вопросы можете совершенно спокойно задать их микрофон нашему гостю ну пока наши гости думают тогда наверно следующий вопрос михаил скажите пожалуйста в принципе ну вот вы говорите что вы хотели как раз некий такой мостик а да и культурный и между россией и испании а что в принципе в испании знают о россии в испании о русских к русским относятся как очень умным людям то есть для них это какое-то общее понимание русский значит умный это шахматы это что-то умное это вот что-то такое люди которые быстро соображают и могут находить выход из каких-то положений ну и конечно ла мадре руси это мать россии это всегда тоже присутствует то есть есть те которые более старшее поколение они помнят и они прям говорят где-то вот более 40 когда больше 40 лет а молодежь ну эти глупости проводку вечная конечно же они от них никуда не уйти про в основном стереотипы конечно много стереотипов поэтому мне бы хотелось написать книгу в том числе на испанском языке объяснять испанцам то как в этой книге объясняю русским про испанцев также бы хотелось бы сделать с другой стороны то есть сблизить еще больше вот эти вот два два народа скажем так может быть и надо было сразу сделать некую такую билингу собственно говоря этой книги ну сразу сразу не получается ничего делать хорошо ну значит вот собственно говоря мы уже знаем о чем над на чем вы работаете собственно говоря в дальнейшем и чтобы вы хотели ваших творческих планов о чем я думаю да 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 то есть вы вы еще не работаете но нет нет размышления замечательно михаил будьте добры скажите пожалуйста ну вот а собственно говоря сейчас наверное тоже если взять россии то наверное очень много и ну наших людей уезжают и и именно выбирают испанию как место постоянного проживания ну вот скажите пожалуйста чем все таки это связано вот в принципе это связано с тем в первую очередь что испанское общество можно назвать как одно из самых доброжелательных к приезжим что к сожалению наблюдается далеко не во всех странах но в испании это есть просто есть ключик для понимания этого общества то есть ты должен показать если ты приехал туда жить или пожить ты должен показать что тебе интересно ты ты должен показать заинтересованность в местных порядках ты не можешь приехать и и и ты должен пойти сделать шаг навстречу и тогда тебе тебя примут без проблем да и даже без этого тебя примут без проблем потому что испанцы испанцы очень открыты для новых идей для новых то есть например лучше привести пример им интересна кулинария других стран гастрономия других стран им интересно чем живут другие страны они готовы изучать это то есть в школах даже в школах начиная с младших классов можно обычно там много разных детей то есть может быть папа итальянец мама испанка или папа с мамой из другого региона испании или мама русская папа испанец латиноамериканцы в общем все что угодно и в школах и это спускается с видимость мин образования устраиваются специальные доклады кто-то должен сделать дома подготовиться к к уроку принести например какое-то блюдо или сделать это блюдо дома свое национальное и прислать видео потом все смотрят в школе всем интересно все начинают потом обмениваться рецептами как эти аргентинские пирожки русской оливье там что угодно и это вы мне кажется что это как раз вот одновременно и решение проблемы потому что не происходит озлобленности иммигрантов у которых и так много проблем потому что любой человек который приезжает это не обязательно должен быть беженец это может быть человек который просто приехал пожить и у него обязательно будут проблемы в том числе психологические и я вот как раз в книге тоже пишу о том что психологические проблемы у меня там была беседа с с психологом я ее описываю в книге и она говорит что если человек приезжает другую страну пожить и он бежит от чего-то не к чему-то от чего-то это значит что у него будут продолжаться те же самые проблемы и в другом месте так что через вот эти вот дружественные мастер-классы вот как я про который я говорил в том числе и с детства зарождается интерес к другим нациям они отторжения и другие при приезжие люди тоже чувствуют какой-то то что они могут здесь их принимают и им становится тоже легче и и вот наверное поэтому в испанию многие хотят переехать и переезжают многие возвращаются в свои страны но это не страшно сейчас нет такого понятия как иммиграция ну оно есть но очень многие приезжают живут там три года потом уезжает обратно потом может быть возвращаются может быть и нет может быть другую страну едут это дело каждого спасибо огромное михаил а скажите пожалуйста вот раз мы уже заговорили немного о кулинарии да вот собственно говоря скажите пожалуйста если в книге собственно говоря именно что-то о кулинарии рассказываете ли вы ну и может быть вы поделитесь а ваше какое-нибудь замечательное любимое итальянское блюдо существует итальянское существует и испанское тоже куда прошу прощение прошу прощение видите ничего страшного как-то тепло она она все на одно и то же испанцы итальянцы я в книге некоторую часть посвятил гастрономии потому что на мой взгляд испания без гастрономии и без гастрономическом направлении это не совсем не совсем испания то есть гастрономия культура в том числе во всех своих проявлениях это те самые мостики как через которые многие в нашей стране очень много тех кто изучает испанский язык по этим мостиком они переходят в эти страны в страны испанию или в страну латинской америки куда конечно дольше ехать и дальше ехать поэтому куда ближе добраться до испании посмотреть про гастрономию я вот например зачитаю один абзац это был разговор с шеф-поваром испанским который специалист по паэли знаменитый валенсийской паэли которая стала уже символом всей испании через меня прошло более 8000 человек и ни один из них не обжегся во время приготовления убеждает бени потому что все они соблюдали главные правила безопасности во время процесса всегда поддерживать одной рукой сковородку бени рассказывает о том что рис в валенсии приехал с арабами после чего плотно вошел в местную культуру при этом итальянское ризотто появилось значительно позже лишь в 15 веке в то время как в испании рис готовили уже с 12-13 века такая деталь испанцы любят конечно сказать что у них что-то лучше чем у итальянцев но это такие соседские дела спасибо огромное будьте любезны а скажите еще пожалуйста а чем все-таки вызвано именно название книги ну мы первую строчку в принципе мы понимаем а вот она вторая строчка ну собственно говоря вот есть некая какая-то такая загадка почему все-таки тогда дурман мне хотелось одновременно через заголовок выразить несколько идей привлечь отобразить направленность и то что будет в книге то есть если бы я назвал ее более спокойно то она бы не полностью отображала свое содержание а когда человек видит что она называется данным образом он понимает что там его внутри тоже ждет взрыв эмоций и там действительно есть взрыв эмоций моих эмоций которые я переживал и переживая продолжая переживать они они в каждой из глав описаны и я имею ввиду риоха это же вино знаменитое и я хотел сказать что Испания пьянит безо всякого вина то есть ты находишься под воздействием Испании и тебе не обязательно пить вино чтобы чувствовать себя слегка опьяненным вот так вот спасибо огромное дорогие друзья может быть у кого-то появились вопросы подключайтесь пожалуйста в нашу беседу чтобы она была более интересной не будет слышно на камеру вас не будет слышно скажите пожалуйста Михаил последние полтора года сектор туризма как-то в Испании пострадал в связи с разными ограничениями и как в принципе Испания переживает вот эту общую непростую обстановку спасибо туризм очень интересная тема особенно если ее обсуждать с точки зрения пандемии полтора года назад я ездил в Куэнку это такой городок который находится в Ла-Манче это середина ну самый центр Пиренейского полуострова и я удивился что там все все отели были заполнены это был разгар пандемии это был сентябрь 2020 года то есть в Испании на улице все ходили в масках было запрещено снимать маску на улице и я спросил владельца одного из отелей а потом гида потом еще других человек я спросил а почему пандемия а столько туристов у вас все заполнено невозможно найти он говорит это внутренний туризм который очень сильно вырос именно в пандемии потому что был запрет на выезд из страны а внутри в самой стране можно было передвигаться поэтому быстро все отели захотели у кого-то получилось у кого-то нет перенаправиться перекватифицироваться для внутреннего туризма к сожалению многие рестораны которые готовили такую не самую стандартную кухню которая не будет есть испанец они закрылись вот например у меня знакомый который открыл японский ресторан японской перуанской кухни они в чем-то похожи но там есть направление которые практически и буквально вот только началась пандемия сразу турист пропал а испанцы это не будут есть каждый день и все он закрылся и власти очень не быстро сообразили что нужно делать как спасать местных предпринимателей потому что испанские гастрономии рестораны отели все живет за счет туризма но за несколько месяцев удалось начать выплачивать какие-то делать выплаты поддерживать переносить налоги с этого года на следующие летом через 3 месяца можно было платить налоги и это дало какое-то время и можно сказать что сейчас на данный момент это направление начинает дышать там же появились и туристы из Европы они всегда оставляли очень много денег появились те у кого жилье в Испании это англичане ну в принципе британцы шведы и прочие немцы и они не могли приехать в Испанию а когда они приезжают они обязательно едят в самых разных местах для них им не обязательно есть то что едят испанцы если каждый валенсии с каждого воскресенья ест по элью то иностранец так делать не будет даже если он 20 лет уже прожил в Испании он будет ездить где ему захочется или что-то новое место открылось он туда пойдет поэтому открытие границ помогло спасти не полностью конечно но более-менее спасти сектор хотя пандемия продолжается и я помню год назад когда я был в Москве а потом вернулся в Валенсию я выхожу на улицу и после Москвы я поражаюсь насколько люди подавлены то есть я таких испанцев не видел никогда в жизни солнце плюс 20 градусов январь и подавленные лица потому что как раз была очередная волна после Рождества когда все встретились друг с другом все семьями и была волна и была была очень напряженная атмосфера в обществе это было конечно поразительно она через месяц сошла но такого я не видел никогда ни до ни после надеюсь больше никогда не увижу и вы никогда надеюсь этого не увидите но дети до сих пор ходят в школу в масках в школе ходят в масках с девяти до шести транспорт магазины все обязательно в масках причем замечание делает не полиция а сами испанцы друг к другу никто не полицейский никогда тебе не сделает замечание потому что до того как ты дойдешь до полицейского ты пройдешь через десять людей которые тебе сделать это замечание и причем очень строго и ты подумаешь зачем так было когда только начинался общий масочный режим это было в августе 2020 года когда после небольшого послабления на девять месяцев вся Испания погрузилась в маске это было удивительно ну будем надеяться что как-то да спасибо Михаила вы вот только что тоже говорили ну по поводу школы то что там вынуждены в школы ходить в маски дети а будьте добры вот скажите пожалуйста тоже еще такой вопрос потому что наши соотечественники тоже в основном сейчас очень часто выбирают Испанию именно вот как страну где можно получить образование причем начальное среднее вот ну а дальнейшие уже в принципе выбирают другие тоже страны скажите пожалуйста ну вот особенность испанского образования оно постоянно меняется меняется где-то в лучшую сторону где-то в худшую это зависимости каждый родитель уже ругается по-своему но можно сказать что вот русские дети которые приезжают русскоязычные дети это не только русскоязычные я просто ближе знаю историю русскоязычных детей они переезжают в Испанию и через два дня они уже начинают адаптироваться то есть это то о чем я говорил в самом начале именно вот это вот светское общение готовность помочь если что-то произойдет если испанские дети видят какого-то человека там их одноклассника в слезах они сразу начинают его окружать кто-то бежит за помощью кто-то там еще что-то в общем и ребенку для ребенка это самое важное ему нужно понимать что он не брошен что он что его поддержит и через месяц он уже начинает более-менее понимать испанский а через несколько месяцев он уже начинает на нем говорить и учиться вообще без проблем это совершенно точно и причем волнуются об этом все русские родители но все потом говорят что зря я волновался и образование оно построено на интерактивности если мы говорим о школе то это ну мы все знаем что домашнее задание мало задается в младших классах ну там зависит много вот провинций в Валенсии в Валенсиане в государственных школах идут занятия на Валенсиана только еще лет 20 назад было не так к сожалению идет вот это вот движение в сторону Карталонии проблем Карталонии потому что и не все этому рады потому что это радикализация общества через культуру через образование и в итоге потом появляется молодежь которую нужно доказывать как-то показывать себя и они естественно возвращаются и идут к самому главному это кто я а я вот принадлежу к этой к этой группе и ни к чему хорошему это не приводит но это идет постепенно в Валенсии была мэр знаменитая мэра 20 лет по-моему она была или даже больше Рита Барбера с которой связана очень смешная история она не говорила на валенсийском вообще при том что в Валенсии мы не говорим про Карталонию что если ты хочешь занимать какую-то общественную должность или правительственную должность должен обязательно знать Валенсийский язык без этого ты он собственно ничего другого не нужен практически в применении и она был праздник какой-то традиционный местный праздник он называется и и она решила с трибуны вся преиспомнена эмоциями решила сказать что-нибудь хорошее людям которые там собрались тысячи людей и она сказала если на русский переводить то примерно так ваше тепло я чувствую ваше тепло а перевела это на корявый валенсиан она перевела как колорет такого слова не существует в Валенсийском просто не существует это мгновенно стало мемом и она давно уже ушла с своего поста но мем колорет до сих пор существует он будет жить всегда и он даже уже перешел границы именно этой самой мэрша оно означает просто стремление человека как-то казаться лучше чем он есть то есть это уже совсем другие значения стали появляться но колорет это ну чтобы вы понимали многие валенсийские слова на валенсийском языке они звучат вот именно как раз так колорет вот стэ на конце и поэтому она ей показалось что это будет удачно наверное ответил на ваш вопрос да спасибо огромное дорогие друзья у кого-нибудь появились еще вопросы пока нет михаил будьте добры тогда можно еще может быть какие-то интересные истории которые непосредственно с вами собственно говоря происходили я не знаю там более раннем возрасте можно поговорить о гастрономии чуть-чуть например да в принципе вы смотрите а давайте тогда так по гастрономии мы немножко поговорили поговорили про образование он можно конечно и безусловно об искусстве поговорить да давайте об этом тоже да с чего бы начать потому что да начнем давайте с такой вот с такого мостика что конечно в москве и санкт-петербурге культурных мероприятий происходит намного больше можно сравнить может быть только с мадридом барселоны и то скорее всего нет но при желании можно что-то и найти вся проблема в том что Испания немного отстает а может быть и много отстает именно в технической информационности общества то есть если здесь ты можешь открыть афишу условно и посмотреть что там что тебя интересуют какие направления на ближайшую неделю или выходные то там этого нет там ты должен подписаться на все музеи на все культурные центры если ты живешь в каком-то городе и на все немногочисленные площадки которые хотят быть похожи на афишу и тогда ты сможешь выловить если тебе повезет в инстаграме или фейсбуке какое-то мероприятие которое будет тебе причем это может быть какое-то потрясающее мероприятие но очень плохо рекламируемое поэтому при том что конечно культурных мероприятий происходит меньше отчасти это из-за того что мало о них информации это я вот сейчас как раз говорю про этот мостик для тех которые хотят приехать или поехать посмотреть Испанию или там побывать что еще ну наверное глупо говорить мои любимые допустим писатели мои любимые культурные деятели ну я люблю альмадовар это если это я его полюбил еще 20 лет назад и это произошло удивительным образом у меня была замечательный педагог ее звали Нель Ниловна Курчаткина она была одним из самых известных испанистов вообще в нашей стране и мне повезло в нее учиться и занятия происходили в такой форме что мне хотелось после каждого занятия продолжать учить испанский язык и познавать культуру и играть на гитаре и и так далее и так далее потому что одновременно с какими-то языковыми изучением правил грамматики она у нас шли беседы о последнем фильме Альмадовара или о том почему вот тогда как раз вышел все мои матери почему так они и так чтобы и я стал еще больше влюбляться в эту в эту культуру потому что если ты изучаешь язык любой любой язык абсолютно я в этом убежден ты должен не автоматически заучивать какие-то правила а любить культуру может быть даже с этого и начать или во всяком случае параллельно эти два процесса должны идти то есть если ты хочешь учить финский язык то здесь есть товарищи которые очень любят Финляндию они подсказали с чего нужно начать в культурном плане чтобы изучать финский язык я думаю что каждому испания дает возможность это как как Дон Тихот это ты всегда сможешь найти себя и найти то что тебе интересно и предоставить свою точку зрения на то что что делал Дон Тихот и зачем он это делал зачем там был Санчо Панса вообще а может быть вообще его не надо было там его не надо было быть через полгода ты будешь думать что это вообще это самый главный герой он а не Дон Тихот то есть это я привожу такой вот совсем узкий пример того что ты можешь рассуждать и конечно это в русской литературе этого тоже очень много я просто говорю сейчас про испанскую литературу и испанцы очень много читают книжные магазины пользуются дикой популярностью в книжном магазине всегда есть люди всегда на всех этажах детская зарубежная проза современная несовременная в общем все что угодно я там видел какие-то записки о русской литературе которые я нигде больше никогда не видел и это все более популярностью читается и изучается испанцы любят читать это совершенно точно а русская литература представлена в Испании в книжных магазинах я имею в виду конечно представлена Набоков Достоевский Толстой все те кто и не только они конечно же но это я говорю о тех кто были изданы по многу раз в разные времена у меня есть издание 1922 года по-моему Анна Карениной и я его нашел просто на на каких-то развалах блошиный рынок я подхожу оно видимо его даже еще никто не открывал я не знаю кто его откуда-то достал и за 10 что ли евро сколько сейчас 800 рублей я это издание купил оно стоит на самом видном месте и такое да есть такие интересные блошиные рынки испанские это то куда я люблю очень ходить и блошиные рынки не именно ну какой-то утвари а именно с картами с книгами есть магазины мои любимые которые это все продают в одном из них я купил недавно ну как недавно может быть пару лет назад карту валенсийского сообщества 1903 года по-моему 1904 и и я в процессе выбора подружился с владельцем этого магазина и он начал мне рассказывать какие-то истории про то как как ему досталась эта карта что он знает какую-то женщину которая уже 30 или там 40 лет владеет магазином где я могу сделать рамочку для этой карты а раньше у этой женщины это мы все стоим на кассе расплачиваемся а раньше у этой женщины папа еще магазин открывал он был в другом месте а сейчас вот они переехали сюда но это лучший магазин в этом городе где тебе сделают рамочку ну после этого как я мог пойти в другое место делать рамочку если же нет поэтому даже если бы я хотел я пошел все равно туда и делать эту рамочку и подружился уже с этой женщиной которая сделала эту рамочку а потом она мне говорит знаете сегодня вот мы с вами договаривались что в 5 вечера я вы зайдете но я не могу может быть я вам завезу просто домой по пути я говорю я не против конечно завозить они приехали с мужем привезли мне это все и ну как это тоже такие зарисовки испанской жизни испанского общества которые мне кажется очень интересным я их вижу когда ты их видишь каждый день хочется записывать записывать так собственно создавалась это книга когда я записывал абзацами в этом два абзаца страница где-то больше где-то меньше а потом уже это дошло до того что уже некуда было ну надо было что-то с этим делать дописать уже и все но для того чтобы писать все время в одном и том же ритме описывая испанию испанскую жизнь это должен быть ритм повышенной эмоциональности ты должен передавать ты должен делиться своими эмоциями ты должен показывать и стараться передать что ты чувствуешь в этот момент и для того чтобы у тебя получилось это сделать у тебя должно быть хорошее настроение не должно быть других никаких проблем это должно быть какая-то обстановка и далеко не всегда так бывает это же мы же живем обычной жизнью бытовая это бытовые проблемы поэтому несколько лет заняла работа над книгой Михаил скажите пожалуйста а чему все-таки вас тогда научила Испания может быть что-то вот такое личное я думаю что меня научила но в тем случае то что мне нравится я не знаю научил меня или нет то что мне в них нравится что вам близко это умение говорить о любой о любой теме так что вы никого не перешагивая не переходя границ уметь вести такую беседу которая будет абсолютно универсальна это может быть президент это может быть мама ребенка это может быть то есть там разговоры о детях или разговоры о футболе или о чем угодно и есть специальные как мне кажется испанские правила именно общения построения этого общения которое можно использовать во всех этих ситуациях в целом случае для первого-второго часа разговора этого достаточно а дальше уже по ситуации там как так что это за люди и в какой обстановке вы встретились я думаю что это конечно такое умение которое заслуживает особого внимания наверное да ну и конечно же умение отдыхать не в том смысле что как кто-то любит так шутить неудачно что испанцы ничего не делают вечно спят или пьют вино и съест это вечно испанец если ему что-то надо он тебе будет звонить в воскресенье если ты там по работе или что-то и и будет абсолютно все равно что у него там за дела испанцы работать просто они по-другому работают они то что я наблюдаю каждый день они знают они правильно свое время планируют то есть если нужно что-то сделать быстрее он сделает это быстрее чтобы не было ущерба другому например то есть это это какое-то тоже лавирование между временными какими-то пространствами которые пока мне не я не могу этому научиться и наверное это слишком сложно для русского человека как-то даже не знаю как это как это побороть спасибо большое ну и еще наверное вот вы затронули конечно хочется еще услышать может быть вы тоже поделитесь собственно говоря о том то что у вас есть в названии книги о том винодельческом регионе может быть что-то расскажите интересное про этот собственно говоря вот регион ну и какие особенности какая культура именно вот виноделие у них присутствует да можно сказать что умение пить вино можно это отнести к каким-то приобретенным навыкам да может быть нет а обязательно сейчас я пару слов про это да вино но в испанском магазине огромное количество разного вина но оно все испанское обязательно невозможно найти ни итальянское ни португальское вино в обычном магазине и пьют они бутылку 4-5 евро наверное которая стандартная цена среднего нормального хорошего вина это 4-5 евро которые покупает обычный испанец если это белое вино то оно должно больше охлаждаться белое пьют обычный летом кто-то любит добавлять лед туда но это не испанцы обычно приезжие потому что испанец все-таки любит чисто он не будет смешивать это ни с каким льдом что касается вина я больше люблю сорт гарнача это такое более более тяжелый сорт он не то что он тяжелый он просто более насыщенный терпкий то есть монострель это более плавный такой мягкий сорт я тоже зависит от настроения если ты в одном настроении ты купишь монострель если ты в другом ты купишь гарначо или валентинский бобаль или там что-то типа вот типа того поэтому что можно про вино сказать вино к сожалению я все меньше в россии вижу вин которые вижу в испании а чаще всего я вижу вина которые я не вижу в испании я задаюсь вопросом от куда они вы совсем нас огорчаете ну может быть про рождественскую лотерею она будет послезавтра кстати знаменитая рождественская лотерея испанских которая играет наверное процентов 80 испанцев я кстати тоже у меня тоже есть билетик и даже два потому что правильно покупать билетики из разных регионов билетик стоит 20 евро это десятая часть то есть общий билет стоит 200 евро но все покупают по одному билетику потому что система испанской лотереи это не просто лотерея это система жизни это делиться радостью с другими то есть например каждом баре перед рождеством висит номер их вот этого билета общего и они предлагают посетителям купить одну часть то есть если выиграет весь этот общий билет 10 частей то выиграют все и они все придут туда отмечать или семьи покупают или коллеги которые идут работать где-то в каком-то офисе они покупают договариваются все в одном месте если проигрывают все если выигрывают тоже все и вот это вот разделить радость это самая главная идея испанской лотереи и каждый год на ютубе выходит ролик посвященный какой-нибудь истории связанные с лотереей о том как человек например это один из сюжетов кому-то очень грустно мужчина идет и он очень грустно ему его сосед аккуратно подкладывает этот билетик просто он ему дарит в пальто а тут не замечает и так же он делает с другими людьми которые ему кажется что у них плохое настроение или что-то такое они вот ему подкладывают эти билетики а потом оказывается что это выигрышный билет и эти все люди которые страдали и у которых были свои какие-то проблемы бытовые или что-то они все побеждают они все собираются в одном месте и делятся своими историями что у них вот это вот произошло мне кажется это очень красивая история очень новогодняя рождественская такая почему популярно еще к тому же потому что очень велик процент выигрыша ну то есть не процент выигрыша а процент тех кто выиграет номинал эти 20 евро это не знаю может быть каждый пятый выигрывает я выиграл три раза по 20 один раз выиграл 120 таким образом все проигранные билетики я компенсировал но удовольствие розыгрыш происходит в одном и том же в одной и той же школе в Мадриде на протяжении уже многих-многих десятилетий там собираются школьники идет трансляция вообще во всем медиа трансляция длится часа три все время звенит колокольчик так и дети кричат такой-то номер выиграл такой-то номер выиграл смотреть совершенно невозможно эти три часа сидеть просто невозможно я один раз попытался у меня глава начала болеть через 15 минут потому что это все время одно и то же вот это вот ну как только кто-то выигрывает какой-то номер когда дети спускаются к специальному там столу и объявляется победитель победитель может быть из львов региона Испании чаще всего почему-то как мне кажется это какая-нибудь деревушка затерянная которую никто никогда не знал и вдруг там это происходит у меня есть знакомые которые выигрывали очень большие суммы по 300 тысяч какие-то родственники выигрывали покупали квартиры детям это не просто какая-то там что-то происходит это реальная история реальные такие вот радости кстати можно купить такой билетик через интернет правда как получить выигрыш это я уже не знаю это я не знаю может быть есть еще у кого-то вопросы да дорогие друзья есть ли у кого-то вопросы про футбол да спорт конечно спорт футбол про футбол да испанцы что вы говорите любят футбол причем любят они его очень громко и любят все совершенно не делятся на какие-то женские это или не женские мужское дети совершенно неважно это может быть девочка пятилетка которая действительно полюбила футбол и она будет носить майку какого-нибудь футбольного клуба леванте с большим удовольствием и ходить на футбол со своим дядей может быть мало еще что соображать но это и никто не будет на нее смотреть как ну вот как-то девочка похожа на мальчик нет это просто тема общая общая тема мальчики девочки вокруг футбола крутится многое встречи друзей любые зайти в бар во время футбольного матча это вообще особое наслаждение потому что ты чувствуешь все эмоции и узнаешь много новых слов в определенные моменты или закрепляешь старые слова и как испанец смотрит футбол это конечно он смотрит он все прощает вот что мне тоже нравится он может сильно ругать свою команду но потом все равно не пойдет он не будет бросать ее или вдруг болеть за другую команду или говорить что нет я больше никогда не пойду на этот на смотреть этот реал мадрид или эту валенсию или там эту мурсию он пойдет дальше смотреть он будет платить за абонемент 500 евро в год причем я знаю людей которые болеют за команду из мадрида живут сами в других городах и они платят эти деньги за другу ради двух матчей или там по возможности или чтобы поддержать команду при том что у этих людей заработок не такой большой чтобы это это поддержка и они всегда будут поддерживать это меня поражает потому что у нас немного не так мы любим ах вот вы проиграли тогда мы сейчас вам покажем не пойдем никуда или там что-нибудь еще испанец скажет что да ну ладно в следующий раз победим пойдет опять туда но мне кажется что здесь еще взаимосвязано с разными то есть это превратилось в досуг то есть ты же не можешь сказать что вот ты сходил на спектакль театральный тебе не понравилось ты же не можешь сказать ну все больше к вам не пойду ты пойдешь на другой спектакль в тот же театр возможно и я думаю что именно по это вот тоже один из секретов того что как привлечь людей к футболу или к спорту как это сделать общенациональной какой-то идеи или может быть вообще просто объединить людей под 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 единый спорт наверное такие пути взять лучше не изобретать велосипед спасибо ну дорогие друзья давайте поблагодарим Михаила за возможность личной беседы личной встречи и собственно говоря сейчас начинается наверное самое приятное тоже вы можете подписать свои экземпляры книг и если кто-то не задал свой вопрос в микрофон вы можете уже это сделать индивидуально подойдя к нашему автору дорогие друзья давайте поблагодарим спасибо огромное